На выставке представлены монументальные, графические и живописные работы автора. Каждая серия – эксперимент с цветовыми пятнами, который под силу всем, кто влечен искусством. Как признается Алексей Якименко, в живопись он больше думает, чем пишет. Для него картина должна сложиться, идет подготовка эскиза, фона и цвета. А вот для того, чтобы создать небольшую зарисовку, ему требуется всего лишь пару линий, после чего на бумаге сразу образуется графический персонаж. Для художника графика – это быстро фиксация мелькнувшего образа и эмоции. Спонтанные и неожиданные моменты в процессе работы с материалом могут привести к изящным и законченным сюжетам. Самое противное, что может быть, когда ты что-то рисуешь, это предсказуемость. Тушь, она, знаете ли, жидкая. Она имеет манеру течь. Тушь, бумага волокнистая. Она имеет манеру некоторым непредсказуемым образом взаимодействовать с жидкостью, которая на нее попала. Бывает метод снайпера, когда долго выцеливаешь, один раз стреляешь. Да, бывает метод пулеметчика. У тебя лента бесконечная, белый свет, копеечка, а на куль попадет. В данном случае, скорее, метод пулеметчика. Ты просто долбишь, 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 долбишь. Из 20 картинок 0,5 картинки – нормально. Цвет, эстетика, пятно и дизайн – это то, что сразу привлекает внимание в работах Якименко. Некоторые работы его не закончены. Мне всегда этим художникам очень нравится, что зритель, как только подходит к работе, он сам себе додумывает продолжение той или иной работы. От сегодняшнего мастер-класса я жду, естественно, новый положительный опыт, который в будущем мне поможет создавать новые графичные работы. На мастер-классе он уделил внимание работе с линиями, ведь они тоже могут идеально вписаться в пространство холста и бумаги. Когда у меня рука висит, раз шарнир, два шарнир, три шарнира, три шарнира. Соответственно, я строго говорю, могу с кисточкой делать на бумаге все, что хочу, потому что она у меня ничем не ограничена. На практическом занятии художник показал основные приемы работы китайской кистью для каллиграфии. Дал рекомендации по типам бумаги, ее особенностям и применению. А также показал рациональную постановку руки. Под руководством наставника участники встречи выполнили серию эскизов жидкой тушью на бумаге и получили полезные советы на будущее. Елена Хромова, Евгений Михеев, Анна Мусатова. Область новостей.